И как было не поставить газовые упоры на такой автомобиль, а поставить вот эту вот кочергу, это конечно очень большой вопрос. Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я в Атлант М и дилер Джили. Сегодня покажу вам новый Джили Атлас. Вот такой автомобильчик. Если честно, по мне, ну внешний вид спорный. Итак, жду ваше мнение в комментариях, но, как по мне, прошлые модели Джили Атлас выглядели поинтереснее. Ну, допустим, та же Тугела выглядит намного интереснее. Тут как-то что-то китайцы, видно, прекратили какое-то свое сотрудничество с Вольво и с европейскими дизайнерами, и вот такая машина появилась. Сейчас пойдем с вами внутрь и посмотрим ее, может быть, внутри, снаружи, посмотрим цены. А вы обязательно подписывайтесь на канал, пишите, что вы думаете по поводу такого вот дизайна нового Джили Атлас. Так, ну что, вот у нас стоит в таком цвете. Этот цвет уже поинтереснее, чем белый. Смотрится немножко получше. И цена у данного автомобиля 100 тысяч белорусских рублей. Семиступенчатая коробка, двухлитровый двигатель, передний привод. Давайте посмотрим. Дверь, в принципе, не тяжелая, легкая. Уже как в BMW у нас выдвигается под коленник. А, ну вы знаете. А сидеть-то довольно-таки комфортно. Так, ну что, рулевое колесо интересное. Небольшая приборка. Здравствуй, Тесла. Огромная мультимедиа. Давайте посмотрим на быстрое действие. Ну, в принципе, отклик, возможно, неплохой. Хотя есть, вы знаете, такие подтупы немножко. Такое ощущение, как надо поджимать немножко, чтобы хорошо работало. Так, тут у нас два подстаканничка. Беспроводная зарядка. Большой ящик подлокотники. Вижу, с охлаждением. Есть регулировка. Большая панорамная крыша. Здесь у нас такое ощущение, как алькантара. Хотя материал такой более грубый, чем алькантара. Мне кажется, вот это вот спорное решение. Мне не особо это нравится. Тут, может, что-то подсвечивается. Вот удобно сделана кнопочка аварийки. Приятный звук поворотника. Козырек у нас с затемнением. Интересное решение, да? Довольно-таки неплохие зеркала. Не сильно большие, но и в то же время не маленькие. Кресла, в принципе, удобные. Сидеть довольно-таки комфортно. Даже вот за счет выезжающей этой для ног. В дальней дороге будет очень удобно и комфортно. Подголовник не очень удобный. Хотя, думаю, как-нибудь можно будет настроиться. Пойдемте сядем сзади, посмотрим, как у нас на заднем ряду. Почему вот китайцы не делают заводскую тренировку? Это для меня, конечно, большой-большой вопрос. Ну, сзади места очень много. Вот чего-чего. А сзади места очень много. Над головой очень большое пространство. И впереди, смотрите, я сидел спереди комфортно. Хоть у меня ростом и небольшой, метр-семьдесят. Но все равно, вы посмотрите, какой запас до переднего сидения. Также есть воздуховоды, две зарядки для задних пассажиров, кармашек. Центральный подлокотник со стаканчиками. Ну, сзади очень удобно, да. Сзади можно комфортно, комфортно ехать. Да. Внутри неплохо смотрится и достойно. Пойдем смотреть дальше. 95-й бензин. Электропривод багажника. Ну, багажник тоже, в принципе, немаленький. Литров 450-500 тут, наверное, скорее всего, есть. Ниша у нас докатка. Также есть вот такие вот ниши. Что-то водичку поставить. Омывающие. В принципе, неплохо. Камера заднего вида, парктроники. Колеса у нас R19 235 на 50. Могли бы, конечно, тут и 20-е поставить. Скорее всего, вошли бы. Ох ты, ё-моё, какой он тяжелый. Просто очень тяжелый капот. И как было не поставить газовые упоры на такой автомобиль, а поставить вот эту вот кочергу, это, конечно, очень большой вопрос. Ну, под капотом, в принципе, места хватает. Места хватает. Все, в принципе, в доступе. Заливать омывайку тоже, в принципе, удобно. Ну, как-то так. Но то, что нету газовых упоров, это, конечно, большой-большой минус. Давайте заглянем, как здесь пассажиру будет сидеть. Бардачок, в принципе, ничего особенного. Пластик. Барходкой не обид. Воздуховоды, кстати, небольшие. Они направлены прям как-то вверх. Будет ли тут нормально дуть именно пассажиру, вот как-то сложно сказать, если честно. Ну, такое себе, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот смотрите, вот эта вот часть, она с изгибом здесь, и воздуховоды прямо будут сюда отбиваться и уходить куда-то поток воздуха вверх. Ну, как-то вот сложно, сложно. Вроде бы и неплохо, вроде бы и интересно, но есть какие-то моменты, которые вызывают сомнения. Где ее производят? Этой машине не подходит. Вот в салоне такой серенький цвет, ну, вот, наверное, да. Белый. Хотя это все на любителя. Пишите в комментариях, какой цвет вам больше нравится. Все, друзья, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока.